Малахиты, платину и леса дремучие, лишь бы брали правильно и сибирь не мучили. Так, друзья, еще один фильм, мы с вами присутствуем в саду железовых. Вот они, абрикосы, к которым не подходили мы, кроме как собрать урожай, и скосить траву, больше не делали никогда ничего. Вот, ничего. Почему это наша тема? Не делать ничего? Да, конечно. Это как же так? Видите, это пожелие узова, называется обрезка на сучок. Не обрезка на кольцо, которое в дуно убило бы это дерево, а обрезка на сучок. Бывают вот такие вещи, когда это называется перекрещивающиеся, трущиеся деревья. Но их опять же никто не приближается, к ним ни я, ни Сергей. Пилу не берем, ветки не обрезаем, караул, что случилось? А ничего, такие раны сами залечиваются. Вот, но сейчас я буду говорить о другом. Да, кстати, никаких этих самых шпателей, никаких щеток по металлу, никаких стамесок. Рубанка только не хватало, чтобы все это сдирать, сдирать, сдирать. То есть, кто сдирает даже старую кожу с дерева, я не оговорился, я не сказал кожу. Я сказал кожу, чтобы вздрогнули, когда вас бы щеткой бы или шпателем бы обдирали бы вашу это. Если у вас загноилась кожа, то кто-то бы все это содрал до крови, до мяса, да? А деревья можно, они же это молчат. Но это мы проходили. Даже вот это, никакой беды не случилось, я специально выбрал это дерево, чтобы вы видели. Даже это не смертельно, даже это. Да, трутся, да, раны залечиваются сами. Теперь вот о чем поговорим. Итак, за лето было три или четыре козьбы. Сам косил. Вот, пришла осень. Вот столько сейчас здесь листвы. То, что я вам скажу, это не укладывается в голове. Но вначале скажу, что будет с листой. Естественно, убирать мы никто не собирается, ни я, ни Сергей. Никого не нанимать и не брать этот самый, как он называется, грабли. В общем, не делать ничего. Весной ее тут не будет. Вот что интересно, да? Сейчас идет активная переработка ее червями. Ну, просто подгнивает, а значит, ее напрямую пользуются. Не только не обязательно. Через червей пропускается органика. Вот. Ну, и бактерии ее жрут прямо напрямую. Вот как-то попадает во время гниения. Особенно снегом накроется. Но здесь будет плюс. Какое-то время. И вдруг приходит весна. Нету. Есть, но совсем мало. Есть, но совсем мало листвы. Тогда что мы будем говорить? Есть люди, которым надо зарабатывать. Когда-то это был канал Бобер. А в нем несколько фей. Два с половиной. То есть, это самое. Два с половиной. Потому что две якобы садоводы. Они никакие не садоводы. Вот. Потому что разве может садовод учить уничтожать муравейники? Вот. Значит, ты не садовод. Ты антисадовод. Может ли человек поступить следующим образом? Внимание. Итак, их сюжет. Они берут. Одна из них берет эту самую. Надо было показать вам, как это они делают. Да вы сами знаете, как просто взять. Просто, но долго. И мучительно трудно. Взять и все это листву выгрести. Вообще выгрести. Выгрести самую главную еду муравьев, сервей, грибов, мекоризы, бактерий. В конечном счете, все это, что упало с дерева, вернется в дерево. Вернется. Но кто-то считает, что важнее ему найти каторжную, бессмысленную. Не просто бессмысленную. Вредную работу. Не тысячам, нет. Миллионам садоводов. Как? А выгребайте все так, чертой матери. Но это не все. Надо было показать свою душевность. И научить людей подавать туда кислород. То есть кислород туда подается с помощью теряйских ходов. Так? Вот. Капилляров. Так? Вот. Естественно, что они пожалели почву, они не стали ее перекапывать. Нет. Они решили по-другому. Вот. И я бы даже сказал, где-то гуманно. Хотя глупо и то же самое. Вредно. Но в меньшей степени, чем перекопка почвы. Перекопка почвы с прошлого века идет. Что-то я достану, уезжайте. Ну, мы сейчас будем играть. Ладно. А я очередное кино снимаю. Я слышу. Вот. Вот она. Это вилы. Когда я это увидел. Шок был такой. Ну, знаете, я иногда вспоминаю старые времена. Ну, при Сталине я не жил. Но я бы, значит, в те годы бы, ну, настучал бы в прямом смысле. Вот так. Через какую-то партийную организацию я бы туда пришел. Сказали бы, пиши заявление. Вдруг ты ничего не понимаешь. Я бы тоже, наверное, написал. Что бы я написал? Когда человек втыкает вилы. Вот так вот, смотрите. Нажимает на них. И говорит. Вынимает. Я туда подала кислород. На самом деле она разрушила. Смотрите. Она разрушила червячные ходы. То есть она не только не подала кислород. Она испортила всю структуру. Но один нажатие, ладно. Даже я нажал. Хотя, ой, я прошу извинения у этого дерева. Вот. Но тогда зачем она сказала, что вот так всю почву. Вот смотрите. Второй раз. Вот. Это знаешь, Сережа, одна из фей учит подавать кислород таким образом. Подкапывать? Не, а хуже. Втыкать туда это. Разрушая червячные ходы. Ну и так далее. Ой. Короче говоря. Третий раз воткнул. Смотрите. Вот когда втыкаешь, да? Когда вынимаешь. Смотрите. Видели? Я разрушил почву. Вот. Разрушил почву. А приказано. А она же не просто. Она вот так. Смотрите. Такая, 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 такая. Все. А дальше она говорит, проживайте сами. И на этом гонорар заработал. Полчаса болтовни прошло. Все. Научили. Бесполезно. Вот когда таких работ набирается много, люди начинают ненавидеть собственный сад. Им кажется, знаете что? Да, я не делал обрезку. Ой, мне вот там же написано, что теперь сад умрет. Раз тебя от не искалечивало, значит он умрет. Вот. Ой, я не убрала все это. Тут. Тут зимуют. Страшнейшие. У них, наверное, зубы. Как у волков, у медведей. Потому что про них такое пишут. Тут ночуют, зимуют страшные насекомые. Когда, если их сейчас, все это не выгрести, не сжечь. У нас, кстати, по всей стране горят эти леса. А на миллионах участков горят маленькие костры. Некоторые из них, эти костры, сжигают целые поселки. Знаете об этом, нет? Благодаря тем, кто говорит, соберите вот это и сожгите. Сжигая якобы бредных насекомых. Вот. Я их искал. Сжигая этих вредных насекомых, якобы, не якобы, а натурально сгорают поселки. Сгорают люди. Не слышали об этом? Я искал этих, которые уничтожат дерево, когда придет весна. Вот. Я искал. Искал, искал, искал. Я искал. Я искал. Я искал. Твоим, а где же они? Ну где они? Не нашел. Когда лазят муравьи по дереву, я думал, ну хоть раз найду, что он взял себе за плечный мешок пару тлей, мамочек, и понес вон туда. А у меня на этом дереве, на абрикосе, нет ни одной тлинки и никогда не было, клянусь Богом. За все 25 лет все дерево живет, ни одной тлинки на нем не было. Скажите, многие знают, что муравьи приносят пользу. Вы не слышали об этом? Допустим, как муравьи уничтожить? Он же тлю разносит. Кроме тлю разносит, никто в голове у миллионов садоводов ничего нет. Ладно. Ну я говорю, разносит тлю где-то там, в джунглях. Здесь-то они разносят. Вот. Как он может разносить тлю, если ни одной тли нет? Тогда зачем уничтожать муравейника? Все равно надо уничтожить. Ведь если не уничтожить, тогда спрашиваются, зачем эти дамы? Как еще они себя назвали? Феями. Вот. Зачем, спрашиваются эти дамы? Учат уничтожать муравьев. Зачем? Здесь ни одной тлинки. Здесь ни одной тлинки. Вот. На грушах ни одной тлинки. Абрикос ни одной тлинки. Ни одной тлинки. Абрикос ни одной тлинки. Груша, вот она. Вот-вот. Ни одной тлинки. Вот. Слива. Пойдем к сливе. Это слива из породы венгерок. На венгерках я за свою жизнь ни одной тлинки не нашел. Ни одной тлинки. Зачем мне сажать муравьёв? А? Ну чё молчите? Черешня. Вот она. На черешне ни одной тлинки. Персики. Пойдёмте к персику. У меня когда бывала в гостях Елена Александровна Савинич, а ещё привозила подругу свою, вот здесь, в этом месте я сделал фотографии. Вот. Они искали эти самые грибы, которые у них сажают деревья. Не нашли. Вот. Давайте тут поищите хоть одну тлинку. Они не успели всё листья упасть. А вот упавшие. Везде искали, всюду. Ни грибов, ни три. Повторяю вопрос. Да, некоторое количество тли имеется. Ну, скажем так, божеское. На сливах. Хальчитайках и на яблонях. Именно яблонях. Тогда что, из-за этого всё уничтожать? Защитника уничтожать? Я повторяюсь, я знаю всё, повторяюсь. В общей сложности я рассказывал про это много раз. Я удивляюсь невероятной, странной, я уже боюсь как-то оскорбительные слова применять. Странная какая-то. Ну, хорошо, хотите заработать. Ну, хотите так же, как я, и говорите, что в те годы старые считалось, что это всё надо уничтожить. Вот. А на самом деле не надо. И доказывайте так, как я доказываю. И заработайте те же самые эти. Но отказаться от этой душевной своих фильмов, когда люди смотрят, не дай бог, повторят. Миллионы людей отчаялись. Они не могут, у них нет времени, сил. Здоровья нет. Вот это всё претворяет жизнь вашей фантазии. Именно фантазии. Вы за муравьёв придумали, что они тлю носят. Вот. Вы за тлю придумали, что она уничтожает деревья. Вишня. Ни одной тлинки. Сколько показывает всё это. Черешня. Ни одной тлинки. Гибрид вишни-черешни. Ни одной тлинки. Вот. Ни одной тлинки. Ни одной тлинки. Да, сейчас уже они имеют такой вид, потому что портится осень. Вот. Абрикосы. Ни одной тлинки. Ой. Что творится на свете? Как вас это, людей отучить? Вон опять, смотрите. Где абрикос, там всё засеян этим. И оказывается, что сейчас весной проснутся вот в этой, под этими листьями, зимуют, скайфуют. Страшнейшие вредители. Они уничтожат это дерево. Сколько ему лет? 25. Ну, никак не уничтожается. Ну, никак. Как я над ним издевался? Сколько я с него черенков взял? Как я его окалечил? Не болеет ни одной тлинки. Вот. Ну, я толстые ветки не отрезаю. Я же не дурак. Вот. Я отрезаю только переросцы последнего года. Да и то уже перестал. Когда она сильно выросла, видите, с неё уже брать-то нечего. А плоды даёт какие. Боже мой. Знаете, вот это вот крыша беседки. Видите? У меня есть фотография. Вот здесь вот стояла лавочка, лестница. И мой помощник Андрея залез туда наверх и там собирал. А мне нужны были не с плодами, а с гнившими плодами. И вот там, на этой самой крыше, только вот на том участке, вот на том, он мне снял оттуда. Это прям сгребал вёдра, то, что лежало на крыше. Ну, четыре или пять вёдер этих абрикосов Амура. Почему? Потому что мне нужны абрикосочки из них вам продать. Вот. Вот такие урожаи. Ну, что? Ну, как ещё объяснять, что здесь не это? На самом деле, это самое здоровое, что есть на свете. Здоровее не бывает. Здесь убирать вот это, предательство. Убирать листву, вывозить. Вот. Сжигать. До сих пор сжигают вместе с посёлками. Потому что одно слово сжигать, оно приводит в действие огромный механизм. Когда их тысячи, миллионы сжигателей. Рано или поздно загораются посёлки, и люди сгорают. Вот. Поняли? И всё ради чего придумали. Много чего придумали. Ой. Где он-то это самое? Сколько я ищу? Где? 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 Кто здесь зимует? Кто вылезет весной и съест это дерево? Почему за столько лет не съели ни одного листика? Вы понимаете? Смотрите на эти листики. Они должны быть какие? Объедены, обгрызены. Посмотрите. Ну. Где? Где болезни? Где дырки на листьях? Где? Так хочется сказать. Где? До свидания.